Есть ли какие-нибудь свойства, неожиданные свойства у этих самых чисел 4-х? Давайте я сейчас попрошу вас нарисовать новую таблицу. Таблица будет такая же, как эта. А размеры 2? Размеры чем больше, чем лучше, так же, как та. Так, заполнять ее будем тем же самым способом, единственное странное правило, которое будет для этой новой таблицы Шрёдера. Она тоже называется таблицей Шрёдера. Правило будет такое. Запрещены горизонтальные ходы в самом низу. То есть, давайте считать вот этой вот такой границей, вдоль границей не ходить. Вот это такое странное правило. Во всем остальном никакой разницы нет. То есть, как таблица была, так и останется. Заполнять ее столь же просто. Потому что, собственно говоря, надо просто помнить, что внизу запрещен ход, и все, и больше никаких проблем. А ответ получится совершенно неожиданно. Господа, итак, я рисую вот эту табличку. Сюда единственным способом все это остается по-прежнему, да? Все замечательно. Только здесь спускаться можно, по горизонтали идти нельзя. Значит, здесь способ по-прежнему единственный. Сюда можно попасть и по горизонтали, и сверху, и снизу. Значит, три способа. Сюда можно попасть только сверху. Значит, три способа. Сюда можно попасть со всех направлений. Поэтому количество способов будет равно пяти. Ну, легко понять, что здесь у нас появятся нечетные числа. Это не проблема. 15, 17 и так далее. Теперь смотрите здесь. Это будет 11. И здесь будет 11. Здесь, как вы прекрасно видите, число 23. 23. Здесь у нас будет 39. Здесь 59. Так, а вот теперь смотрите. Здесь со всех трех направлений это будет 45. И значит здесь 45. Ребята, сравните числа нижней строки. 1, 1, 1, 3, 11, 45. С числами нижней строки этой таблицы. 1, 2, 6, 20, 2, 90. 2 раза. 2 раза. Совершенно верно. То есть правило неожиданное. То есть правило неожиданное. Маленькое число Шрёдера в нуле такое же, как большое и равно единица. А вот все остальные отличаются ровно в два раза. Если n больше нуля, то маленькое, вот такое вот число Шрёдера отличается от вот такого в два раза. Причем обратите, пожалуйста, внимание. В треугольнике, в общем-то, не видно никакой звукномерности. То есть если вы смотрите на числа, вот которые здесь, то непонятно, как они связаны с числами там. Но давайте я еще немножко заполню для ясности. Так, 62 и 45 это 107. 107 и 90 это будет 197. Здесь будет 197. Это как раз половина от числа 394. Количество способов пройти из клеточки в другую, когда всего нечетное число клеток, двигаясь каждый раз на один вправо вверх, на один вправо вниз или на два вправо, ровно в два раза отличается от количества способов, когда разрешено идти строго вдоль этой полоски. То есть я запретил горизонтальные входы строго вдоль полоски. Такой вход запрещен. Поэтому здесь написано 45, а не 45 плюс 1. Получился совершенно неожиданный ответ. Для того, чтобы эту задачу решить, я думаю, самое разумное, это лучше написать рекуррентную форму для этой новой последовательности. Единственное, давайте сделаем так. Конечно, замечательно, что у нее стандартное значение f маленькое, потому что действительно, как видите, они отличаются в два раза, поэтому в какой-то смысле эта последовательность не нуждается в этой новой букве. Но я сейчас временно сделаю так. Я обозначу эту последовательность буквочек f маленькая. Значит, вот это такая у нас гипотеза, которую надо доказать. Гипотеза. Докажем, тогда будем ее обозначать f маленькая. Что мы точно знаем? Первые несколько значений. От 1 до 197 проверили, все получилось. Я могу сейчас даже еще проверить. Честное слово, получше, ребята. Вам советую. Просто в тетраде посчитайте, заполняйте. Это все, конечно, хорошо. Только нужно выписать рекуррентное соотношение на функцию f. Смотрите, когда вы писали какое-то произведение, типа с от 4 умножить на с от 6. Это же что такое? Это надо всеми способами пройти из этой плеты в эту и потом из этой в эту. Секретный инженер, при уголе, какие-то дележащие на нижние границы. Через них можно как-то вхать? Через них можно. Мы через них ходим. Просто это как раз и входит в то самое там, если чего-то. Ну, давайте я просто напомню быстро, чем вы там вообще занимались, тогда стать понятным. То есть у нас, представьте себе, мы хотим найти очередное число Шрёдера, да? Мы берем полоску, ну, я не знаю, в 2019-е. Повторим, как у нас получалась регуррентная формула. Значит, берем какую-нибудь полоску, длинную преддлинную. Так, здесь я сотворил, но все призываем, что это да. Итак, здесь полоска. Например, в 2019-е годы. Мы говорим, если мы считаем на исходе числа Шрёдера, когда можно ходить, что первый ход устроен или наклонно, или горизонтально. Так? Все пути разбиваются на два класса. Мы легко способны сказать, сколько тех, которые начались на этот один шаг. Потому что фактически у нас получилось 2017-е год. Значит, так и пишем. С от 1009. Вот оно состоит из таких путей, их столько. Плюс еще пути, которые устроены так, что мы вот здесь вот как-то ходили, ходили, ходили. Потом сделали такой шаг. Ну и дальше отсюда идем сюда. Тоже не так. Могли по горизонтали, могли как-то. Не важно как. Важно, что такую задачу мы уже решили. Мы сейчас действуем реперсивное. То есть для маленьких чисел считается, что мы уже все посчитали. Соответственно, мы берем какой-то С и умножаем его на какое-то другое С. И получаем у нас слагаемое вот того типа, как мы там писали. У них сумма все время постоянная. Потому что... Понятно? Так, сейчас все равно мы будем писать регулентную формулу для последовательности Эйфа. Поэтому на самом деле сейчас все это повторяем. Кто в состоянии написать формулу, которая вычисляет очередной значение? Это сумма таких произведений. Мы хотим дойти вот до следующей клеточки. Это будет сколько всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это будет 13 клеток. Поехали. Я рисую 13 клеток. Теперь какие у нас маршруты? У нас запрещены горизонтальные ходы в доли полоски. Мы точно знаем, что самый первый ход обязательно вот такой. Потому что горизонтальный запрещен. Точно так же последний ход обязательно такой. По той же самой причине горизонтальный ход запрещен. Дальше интересные штуки. Во-первых, есть маршруты. Которые, в принципе, ниже вот этой линии не спускаются. И количество таких маршрутов мы с вами на самом деле способны легко назвать. Итак, я сейчас вычисляю F от какого числа? От 7. Дольше? Вон, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я вычисляю F от шести. Сейчас вы рисовали 13 клеток. Да, 13 клеток. 13 клеток это от F от 7? Нет, от 6. 14 минус один. А? 14? Это дважды шесть плюс один. Когда у меня на любое число шлёдра, здесь одна клетка. А, понятно. Первое число шлёдра, это три клетки. Я считаю сейчас F от 6. Значит, пройдем отсюда сюда. Смотрите. Ни разу не спустившись. Это тоже. Здесь при этом все уже визотально было. Пожалуйста. Это в точности то же самое, что S отменить. Уже большое число шлёдра. Потому что на этом уровне горизонтальные ходы разрешены. Но бывают и другие ситуации. Бывает ситуация, когда мы в какой-то момент всё-таки попали либо в эту клетку, либо в эту, либо в эту, либо в эту, либо в эту. Давайте подумаем, сколько бывает путей, которые сделали такой ход, после этого сделали сразу такой ход. И потом после этого отместили. Правильно. Абсолютно верно. Я нарисую сейчас этих полосок несколько штук. То есть для каждой стрелочки свою. И в таком случае действительно всё станет намного и намного понятнее. Вот здесь вот я говорю, что спускаться сюда нельзя. Вот запрещено спускаться. И я объявляю, сколько таких путей. На самом деле мы это уже говорили. Значит, сейчас мы с вами вычисляем F от 6. Вот чтобы вычислить F от 6, надо вычислить S от 5. Кто помнит, чему работает? С от 5. 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 МНФ от 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, МНФ от 4. Мне еще надо нарисовать 13 клеток, и я думаю, что более-менее все уже поймут, что все это совсем несложно. Господа, смотрите, что бывает, если мы начали вот так, а закончили не на этой штучке, а вот на этой. МНФ от 3. Правильно. Тогда у нас запрещены вот эти клетки. Надо пройти отсюда сюда, при этом здесь разрешены горизонтальные ходы. Поэтому это называется С от 2 умножить на Ф от 3. Все понимают, что дальше будет. То есть, если угодно, я могу здесь вот написать С от 0 для красоты. 0, 5, 1, 4, 2, 3. Значит, если я буду выписывать для вот этой стрелочки, то у меня будет С от 3 умножить на Ф от 2. Если я буду выписывать для вот этой стрелочки, то будет... С от 3 умножить на Ф от 2. И, наконец, когда я буду выписывать вот это, это будет... С от 5 умножить на Ф от 0. С от 0, да. Ну, Ф от 0 это 1. Значит, я могу написать окончательное регулентное соотношение. Смотрите, что это такое. С от 5 плюс С от 1, Ф от 4, С от 2, Ф от чего там? Ой, от 3. С от 3, С от 3, Ф от 2, я все напомнил. Дальше. С от 4, Ф от 1, и, наконец, С от 5. Вот так вот и написано. А вы совершенно не дважды за С от 5 написали? Два, что посчитал одно и то же. Спасибо, Кур. И когда мы дошли вот до этой стрелочки, это как раз и есть те самые, с которых мы начали. Так что вот это с ногами его вообще ни в коем случае не должно выйти. Вот. Вот правильная регулентная формула, о чем здесь разговор. Здесь разговор о том, что первое возвращение на вот эту вот прямую происходит в какой-то момент времени. в зависимости от этого момента. Я, правда, немножко странно начал. Я начал с последнего возвращения, написал из-за пяти. Но, тем не менее, потом я все равно до этого дошел. И у нас есть такие слаги. Мы хотим по индукции доказать рекуррентную форму, что функция F это на самом деле половинка от функции S. Посмотрите внимательно на рекуррентную форму, которая была для функции S от 6. И сравните ее с рекуррентной формулой, которая только что получена для F от 6. Так, я, единственное, уже успел... Я уже успел... А, нет, нет, не забыл. Вот она здесь написана, рекуррентная формула. Значит, давайте ее аккуратно выпишем в общем виде. В рекуррентной формуле для S у вас... Мы ее уже писали. У вас было два раза S от N-1, поскольку там можно было первым ходом сходить горизонтально. S от 3, S от 2. Дальше S от 2, S от 3. S от 0 умножить на S от 1. Так, теперь давайте сравнивать вот эту вот формулу для F с вот этой формулой для S. Значит, господа, смотрите, S от 5... Так, S от 5, я вижу, здесь входит на самом деле... Вот здесь вот, есть один раз. И на самом деле оно же входит вот здесь вот, да. S от 0 умножить на S от 5. Оно входит два раза. Если мы с вами поделим все это соотношение на 2, то вот эти вот штуки, которые я подчеркнул, как раз в точности дадут нам вот это слагаемое. Все видят? Смотрите, S от 5, S от 5. На пополам делим получается S от 5. Отлично. Когда мы с вами поделим вот это слагаемое в полу, у нас получится вот это, потому что мы же конечных чисел доказали, поэтому когда я с большой F разделим на 2, получится это. Отлично. Когда вы вот это вот слагаемое разделите на 2, то вы получите это. Если разделить на 2, то у нас в точности в нужных листах появятся буквы F в языке соотношения реализма. Продолжение следует...